МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центральный банк РФ настоящим письмом уведомляет, что вы стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов согласно договора банковского обслуживания необходимо выполнить процедуру обновления основного счета. Так начинается письмо якобы от Центрального банка. На нем логотип, печатик, QR-код, ведущий на сайт Банка России. Только на самом деле это еще одна мошенническая уловка с использованием имени регулятора. Схема, когда злоумышленники представляются сотрудниками Центрального банка, очень распространенная. Мошенники звонят и сообщают о сомнительных операциях по счету или карте. На территории нашего региона участились факты мошеннических действий. Когда в ходе телефонного разговора злоумышленник представляется сотрудником Центробанка России и под различными предлогами принуждает перевести денежные средства на так называемые безопасные счета или продиктовать пароль от личного кабинета онлайн-банкинга, после чего денежные средства граждан похищаются. Также одной из схем преступления является принуждение потенциального потерпевшего к переходу по ссылке, который ему присылают в мессенджеры или смс-сообщения. Аферисты не только звонят, но и присылают приглашение на личный прием в Центробанк или поддельное удостоверение его сотрудников. Для правдоподобности приглашения начинаются с обращения по имени и отчеству. В них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе, где проживает человек. Чтобы вызвать доверие у получателя письма, мошенники меняют домен своей электронной почты на домен банка России sbr.ru. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты или убедить перевести деньги на счет мошенников. Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием. Его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. При поступлении подобного телефонного звонка немедленно прервите разговор и, по возможности, заблокируйте номер. Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Если у вас возникли сомнения относительно сохранности денег на вашем банковском счете, самостоятельно позвоните в свой банк. Информация о распространенных схемах финансовых мошенников и способах им противостоять размещена в специальном разделе на сайте Банка России и на просветительском сайте Банка России финансовая культура финкульт.инфо Весной ребята из клуба «Мечта» в рамках весенней недели добра делали для бойцов СВО сухие души. После этого Ольга Гришина, Полина Шаркова и Анастасия Кучерова придумали проект «Недетская помощь для победы». Его они отправили на всероссийский конкурс «Росмолодежь. Гранты». Инициатива саровчан стала победителем и получила финансирование для реализации. Суть проекта – плести маскировочные сети для военнослужащих СВО на базе Центра внешкольной работы. Мы хотим привлечь к этой деятельности, к реализации нашего проекта свободно посещающих клуб ребят. То есть территория свободного посещения – это игротеки, находящиеся в четырех клубах нашего города. Это клуб «Мечта», клуб «Восход», «Здоровье» и «Чайка». На базе этих клубов будет реализовываться сам проект. Для педагогов и ребят мастер-класс по плетению маскировочных сетей проведет творческое объединение своим волонтерского движения «Золотые руки ангела». Сейчас уже закупают необходимые материалы, оборудование, собирают команду волонтеров. Сервис «Росмолодежь. Гранты» – уникальный шанс для молодых людей воплотить свои идеи и социальные инициативы в реальность. Поддержку могут получить проекты различной направленности, творческие студии и театры, профориентационные инициативы для школьников, создание доступной среды для лиц с ОВЗ, разработка туристических маршрутов, подкастов и многое другое. На данный момент идет второй сезон «Росмолодежь. Гранты». Он идет с 20 августа по 24 сентября, идет прием заявок. Конкурс идет практически весь год. И он разделен на первый сезон, на микрогранты, на второй сезон и сезон для вузов, СУЗов и для НКО. На портале «Росмолодежи» есть обучающие программы для тех, кто хочет научиться правильно и грамотно оформлять проект. Кроме этого, в Сарове Департамент по делам молодежи и спорта также активно вовлекает молодых саровчан в проектную деятельность. Почерпнуть знания и вдохновение можно на профильных сменах, конкурсах, акселерационных программах, в общении с экспертами «Росмолодежи». После того, как мы проводим полностью акселератор, мы стараемся давать возможность нашим ребятам получать экспертную оценку в качестве индивидуальной формы. Это называется индивидуальное сопровождение проекта экспертом. Помимо того, что это делаем мы, это делают еще и всероссийские эксперты, так что и нижегородцы. В первом сезоне, помимо проекта «Недетская помощь для победы», финансовую поддержку получили еще два проекта саровчан – фестиваль истории и культуры мордовского и русского народов «Вместе Россия» и Центр живой истории «Стрелецкая слобода». В «Росмолодежь-гранты» могут участвовать люди от 14 до 35 лет, как физические лица, так и некоммерческие организации. На инициативы выделяют финансирование до 1 миллиона рублей. Прием заявок заканчивается 24 сентября. Регистрация на портале «Молодежь России». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. «Терра инкогнито. Неизвестная земля». Так звучит название персональной выставки московского художника и архитектора Сергея Митува, которая открылась в художественной галерее. Творчество Сергея состоит из любительских археологических находок, сломанных часов, гнутых ложек, треснувших чашек, раковин, камней, сухих трав, листьев, цветов и безудержной фантазии автора. Такие, казалось бы, совершенно различные предметы он собирает в композиции потрясающей глубины, от которых сложно оторвать взгляд. Художник составляет из своих воспоминаний, из своих находок, из своих коллекций многослойные композиции, наполненные разными смыслами. Они расскажут и о художнике, они расскажут и о предметах, они расскажут и о нас, о зрителях, как мы будем рассматривать эти работы. Художник признается, что больше всего любит в природе маленькие незаметные вещи, и чем они мельче, незначительнее, тем большей радостью, удивлением, состраданием и художественным любопытством наполняется его душа. В экспозиции выставки представлено около 50 произведений художника, созданных в разные годы в техниках акварели и ассамбляжа, коллажа из объемных деталей. Среди таких деталей немало вещей, поживших в земле и сильно пропитавшихся временем. На самом деле выставка необычная, и, мне кажется, здесь можно провести много времени для того, чтобы разглядеть каждый объект в этих работах. Кроме ассамбляжей, на выставке представлена графика, это акварель, акварельные этюды. Их почти половина на выставке, но они настолько вписаны в эти объекты, которые здесь расположены, дополнены какими-то находками художника. Неожиданная встреча и визуальное сопоставление высокого пейзажа и бытового коллажа. Абсолютно искренне раскрывают тему красоты вещей, силы времени и самой сути пейзажного рисунка. Такое необычное соседство рождает четкие, ритмически выстроенные композиции. Выставка «Терра инкогнито-теплая». Для каждого зрителя она может открыть свою шкатулку с воспоминаниями. Придя на эту выставку, мне кажется, зрители еще и по-другому взгляднут на свои собственные коллекции, на свои детские сокровища, которые когда-то они собирали, и сейчас они сложены в жестяные коробочки, открыв которые можно вспомнить и детские годы, и школьные годы, какие-то вещи, которые подарены. Посетить выставку можно в часы работы художественной галереи. Возрастное ограничение 6+. Дополнительная информация по номеру 70287. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Кошки – это не только про уют и эстетику вашего дома. Оказывается, эти животные могут исцелять. Кототерапия, профилактика и лечение заболеваний через прямой контакт и общение с кошкой. Обычно применяется при аутизме у детей, депрессии или биполярном расстройстве личности. Кошка в доме снимает стресс и помогает бороться с хронической усталостью. Волонтёры приюта Мордом решили тоже организовать кототерапию, на которую смогут прийти дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и пенсионеры. Занятия будут бесплатными. Они будут проходить в специальной комнате, где будет всё для комфорта, и котиков, и тех, кто будет приходить к нам на занятия. В кототерапии примут участие коты со сложными судьбами, но не потерявшие доверие к людям. Проводить занятия с гостями будет психолог Виктория Иванова. Она разработала специальную программу для участников. Эти занятия направлены на то, чтобы развивать коммуникационные способности ребёнка. Им очень сложно общаться между собой. Мы будем как раз-таки помогать в этом. То есть они будут общаться не только с котиками, играть с ними, а и между собой. Подать заявку на участие в кототерапии можно в группе ВКонтакте. Занятия будут проходить в клинике «Свой доктор» по вечерам. Первая встреча с хвостатыми друзьями состоится после 20 сентября. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. На территории города с января по сентябрь произошло 29 пожаров. Это на три меньше, чем в прошлом году. Почти все возгорания происходят от неосторожного обращения с огнём. Это нарушение правил эксплуатации электроприборов, газовых плит, неисправные розетки и курения. Погибших на сегодняшний день в этом году у нас нет. Пострадавшие есть. То есть получили ожоги, но, так скажем, не такие серьёзные. Поэтому, слава богу, всё обошлось. Чтобы потушить пожар дома, необходимо сначала обесточить розетки, вытащить вилку. Делать это нужно быстро и без паники. Если же огонь воспламенился за считанные секунды, незамедлительно нужно звонить в МЧС. Самое главное у нас сначала для граждан спасти себя. И хоть и написано, по всех правилах, принять посильные меры. То есть это не рискуя своей жизнью. То есть у нас город небольшой. Приезжаем мы достаточно быстро на все происшествия. Поэтому не нужно рисковать своим здоровьем. Нужно покинуть помещение, сделать всё возможное, чтобы эвакуировать всех, кто находится рядом с вами. И, соответственно, ждать, встретить нас и сказать, что где горит, чтобы наша разведка была быстрее проведена и приняты самые первые меры по утушению. Сотрудники МЧС напоминают горожанам, что стоит быть аккуратным с огнём и на садовых участках. Сберечь себя и своё хозяйство от пожара – это не нарушать правила пожарной безопасности. Сжигать мусор, палки и другие вещи в безопасном месте, вдали от легко воспламеняющихся предметов. А также иметь под рукой бочку с водой или огнетушитель. Ирина Вшегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Зубропитомник на территории Мордовского заповедника был уже в 1956 году. Это был экспериментальный проект, в рамках которого сотрудники выращивали молодых привезённых особей. В 2005-м последние 9 животных совсем ушли с территории заповедника. Через 14 лет в 2019 году стартовали мероприятия в рамках национального проекта «Экология» и программы по сохранению зубров в Мордовском заповеднике. Сюда привезли 16 животных с Окского заповедника и Мурмского заказника. Сейчас насчитывается уже 30 голов. Тех зубров, которых привезли из питомника, из Окского и Приокского террасного, они знакомы с людьми, они знают, кто такие люди, практически не агрессивны к людям. Могут выходить к нам также в посёлок. На примере самого старого зубра это зубр-миграй, который к нам выходит второй год уже в посёлок и поедает наши плоды. После того, как зубров привозят из питомников, их помещают в закон на месячный карантин, чтобы животные могли адаптироваться к местным условиям и еде. В этот период за ними наблюдают ветеринары и сотрудники Мордовского заповедника. А после выпуска в общее стадо за особями наблюдает отдел охраны. Зубры – особо охраняемый вид. Они играют важную роль в биологической цепочке. Разносят семена растений на большие расстояния. В природе зубры ходят небольшими стадами по 10-15 голов. Во главе стада – взрослая самка. Зубры – травоядные животные. Питаются кустарниками, растениями. Поэтому зимой им выживать намного тяжелее. С ноября по март сотрудники Мордовского заповедника организуют им подкормочные площадки. И сейчас запускают ежегодную акцию «Подкорми зубра». Зубры – достаточно крупные животные. То есть у нас самый, например, старый самец. Он весит около тонны. То есть достаточно большой. Чтобы прокормить его своими силами, это достаточно трудно. А когда таких 30 голов, особенно есть кормящие коровы, необходима помощь от, грубо говоря, простых жителей. Помочь зубрам можно различными овощами, фруктами или зерном. В дар примут тыкву, морковь, свеклу, капусту, кабачки, яблоки. Также можно перевести деньги на специальный целевой счет по QR-коду, который можно найти в группе ВКонтакте «Заповедная Мордовия». В городе Саранске у нас есть офис «Кронокрасный 30». Можно туда обратиться. Если вы живете с другой стороны Мордовии, то можно в Национальный парк Смольный привезти. Тоже у нас есть там пункт сбора. Всех благотворителей отметят благодарственными письмами. Если у вас остались вопросы по акции, обращайтесь по телефону 8 937 518 88 42. 2 сентября 2013 года у руля детской школы искусств встала Наталья Колповская. За 10 лет плодотворной работы школа преобразилась. Сюда пришли работать молодые и перспективные педагоги. В школе искусств открыли программу хоровое пение и предпрофессиональную программу архитектура. Копелку наград за это время пополнили сотни достижений талантливых воспитанников. Победы на областных, всероссийских и международных конкурсах и проектах. В прошлом году был всероссийский конкурс пианистов имени Балакирева. Наша школа была очень достойно представлена. Конечно же, не могу не сказать о том, что хоровой коллектив «Копель» руководитель Анастасии Сергеевны Ерофеевой, концертмейстер Светлана Викторовна Елагина прошел финал с российского конкурса «Битву хоров». И ребята выступали 12 июня на Красной площади. Очень почетно, очень патриотично, очень здорово. Впервые в нашем городе. Два воспитанника Дышея в этом году поступили на отделение дизайн Высшей школы экономики и в архитектурный университет после окончания предпрофессиональной программы архитектура. Школа особенно гордится тем, что многие воспитанники после выпуска решают связать свою жизнь с искусством, признается Наталья Колповская. Некоторые возвращаются в эти стены уже педагогами. К нам приходят они на каникулах и приходят работать. У нас работают выпускники и в нашей школе, и в музыкальной школе имени Балакирева. Очень приятно, что традиции продолжаются и преподаватели продолжают дело своих учителей, юные преподаватели. Сегодня в стенах школы искусств дети осваивают такие предпрофессиональные программы, как фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое пение, архитектура, хореографическое творчество. Также здесь преподают основы исполнительского искусства, эстрадно-джазовое искусство, общее эстетическое образование и раннее эстетическое развитие. Больше 200 ребят поступили сюда в этом году. Примерно 100 человек, больше 100 человек пришло на бюджетное отделение и также больше 100 пришло на внебюджетное отделение. Я считаю, что хороший набор, детей много, школа востребована, будем продолжать учить наших замечательных юных саровчан. Беседу с Натальей Колповской смотрите в программе «Актуальное интервью» на канале 16 и в наших группах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Проникновенная композиция о родине открыла праздничный концерт «Ко дню знаний» в детской школе искусств номер 2. Произведения советского композитора Евгения Птичкина «Травы луговые» ребятам подарили преподаватели отделения музыкальный фольклор Татьяна Петрова и Сергей Бельдюгин. Первое сентября по традиции праздник знаний. Праздник встречи с друзьями и учителями после долгой летней разлуки. Во всех школах нашей необъятной страны в этот день начинается учебный год. Этот год особенный для нас, для нашей школы. В этом году мы отмечаем свое 30-летие. Со сцены звучали музыкальные композиции в исполнении ученицы отделения музыкальной фольклора Алисы Косицыной и образцового корректива ансамбля народной песни «Горница». В День знаний отметили самых талантливых учащихся. Дипломы получили ученики «Дыши» номер два, чьи работы украсили выставку «Я и Саров. Мечты о будущем» в парке Зернова. Как будто и не уходили. Вот буквально недавно отгремели последние звонки, начались каникулы, а такое чувство, как будто мы не прощались. Вот все время мы находимся в школе, живем в ней. Это на самом деле здорово. Вот несмотря на то, что каникулы закончились, кончилось лето, наступила осень, казалось бы, пора грустить, а нет, мы пришли в школу, и нам хорошо, весело, мы слышим веселые детские голоса, мы видим, как дети с радостью бегут к своим любимым преподавателям. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Работа с глиной – это свобода, легкость, самовыражение. Причудливые сосуды, сервизы и вазы, панно или народные игрушки. Каждая работа хранит часть души ее создателя. Автор вдыхает жизнь в свое творение. Именно поэтому фестиваль керамистов, который в Сарове проходил уже восемь раз с 1999 года, назвали «Живая глина». С недавних пор он приобрел статус областного. Лучшие керамисты нашего региона по традиции привозят в закрытый город настоящие произведения искусства. Мы очень тесно связаны с Нижегородской областью, поэтому пригласили керамистов Нижегородской области. Но несмотря на то, что у нас областной фестиваль керамики, у нас есть приглашенные гости и из других регионов, которые думают, подъехать или нет. У нас уже существует традиция приглашать к себе в гости Бокородск. У нас Дивеевская кружка всегда. У нас из Мордовии приезжают, как говорится, художественные школы, которые участвуют. Стартовал прием заявок на 9-й фестиваль «Живая глина». Принять участие в нем могут мастера, творческие коллективы, учащиеся и педагоги школ, внешкольных и дошкольных учреждений. Фестиваль проводится по таким номинациям, как «Мелкая пластика», «Народно-художественные промыслы», декоративное панно, лепка из соленого теста и нетрадиционных материалов, интерьерная керамика, вазы, сосуды, сервизы, изразцы и ассорти. В этом году у нас есть новшество. Мы добавили номинацию «Методические разработки», где каждый мастер-керамист, преподаватель может поделиться своим опытом. И еще одна специальная номинация называется «Твои уроки бережно храню». Она посвящена году педагога и наставникам. «Живая глина» – это выставки керамистов и методических материалов, общение с мастерами. Работы будет оценивать профессиональное жюри. Лучших в каждой номинации отметят специальными наградами. «Скажу, тяжело оценивать, потому что все работы великолепные, изумительные, скажем, присылают на конкурс. Лучшие, они сами по себе. Вот тяжело, вы представляете, как работать комиссией, из лучших выбирать еще лучше. Потому что, ну это тяжело. На мой взгляд, керамика вся очень великолепна, потому что она выходит из печи, очень, как говорится, интересная. И каждый вкладывает человек туда свои какие-то мысли». Заявки принимают на электронную почту фестиваля с пометкой «Живая глина». Последний день приема заявок от Саровчан – 10 октября. Дополнительную информацию можно получить по номеру 8 952 457 08 60. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Виталий Дороднов в автоспорте шестой год. Потолкнул его папа, а потом молодой человек и сам втянулся в занятия. Своя машина у спортсмена появилась примерно полтора года назад. И она пока ни разу серьезно не подводила. Виталий неоднократно привозил с гонок призовые места. В этот раз в Касимове на третьем этапе открытого чемпионата и первенства по автокроссу выше «Радуги» он занял первое место в классе «Баги». Для него это третья гонка в соревновательном сезоне. «Третий день самый важный. У нас был второй финал, то есть финал, который уже определял место на пьедестале. Конечно, мандраж был легкий, но перед любой гонкой это есть. У всех гонщиков много с кем общался по этому поводу. Ну, в принципе, нормально. Стоял уже на старте, думал, все, сейчас отъезжу, заберу место и приеду в Сару с победой. Как получил медаль, подарил маме, сказал, спасибо за то, что со мной ездишь, помогаешь мне». Во время соревнований ребят всегда поддерживают родители, помогают им в подготовке и на самом старте. В клубе есть поколение автогонщиков, которые ездили на одной машине. Так у Данила Панкратова его баги перешла от дедушки. На соревнованиях в Касимове спортсмен занял второе место в классе баги. По мнению Данила, чтобы победить на соревнованиях, у гонщика должно быть сильное желание. «Самое главное – это желание и сила, и опыт вождения. Без опыта вождения можно выиграть, если удачно будете делать. Но самое главное – это желание. Самое большое, самое главное – это желание. Если желания нет, нет толку ездить». Перед каждым соревнованием машины тщательно готовят механики, проверяют двигатели, коробки, болты, колеса, по необходимости подкручивают, ремонтируют и укрепляют. А водители отрабатывают маневры и навыки в случае заносов, учатся экстремальному вождению. Перед практикой спортсмены из клуба «Горизонт» изучают теоретический материал о том, как устроены машины. На соревнованиях в Касимове Руслан Кутумов почти подобрался к пьедесталу, занял четвертое место в классе Д2 юниор АК. Спортсмен считает, что это тоже неплохой результат. «Не хватило времени. Из-за того, что на полуфинале я не сильно, не очень быстро ехал, получилось так, что приехал четвертым». Столкнулся я с тем, что мне помяли дверь, причем очень так неплохо, помял каркас безопасности, затем чуть-чуть его за ночь вытянули, все сделали. Трудности были, но они не столько значительные». В сентябре у «Горизонта» запланированы еще одни соревнования, после чего ребята будут готовиться к зимним стартам. Секция автоспорта подросткового спортивно-технического клуба «Горизонт» приглашает на занятия ребят, мальчиков и девочек от 13 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Правильная поза, дыхание, важно сосредоточиться. Рывок, и вот тяжелая штанга, взмывает в воздух. В тренажерный зал клуба «Здоровье» Федор ходит всего год, но за такой короткий срок уже успел улучшить свою физическую форму. Начинал с базовых упражнений. «Занимался я по комплексу, который висит в этом тренажерном зале, наверное, месяца три. Потом принесли какие-то листочки, там подготовка к соревнованиям, и вот по ним уже начал заниматься базу-атачу, трейборья. Там присяд, становая тяга и жим. И потихоньку так набирал, и все». Валерий Краснов занимается в клубе «Здоровье» уже третий год. Пришел, чтобы подтянуть физическую подготовку, укрепить мышцы, стать сильнее. Немалую роль в успешных занятиях играет атмосфера. Опытные ребята всегда стараются поддержать новичков. «Если сюда придет новый человек, то тут есть прекрасный педагог Светлана Николаевна. Она обо всем расскажет, все покажет, будет всегда рядом. И все, кто тут занимается, станут друзьями тебе, и тебе будет очень комфортно и круто». Ребята из тренажерного зала часто проверяют свои силы в соревнованиях, как клубного, так и городского уровней. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. Центр внешкольной работы приглашает всех горожан, подростков, ребят, которые хотят иметь достойную физическую форму, подготовку, красивую фигуру, в наши тренажерные залы, которые располагаются в клубе «Здоровье», «Мечта» и «Греция». Занятия бесплатные для ребят от 12 до 17 лет. Дополнительную информацию можно получить по номеру 3-37-26. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. На вопросы о педагогах, наставниках и школьных буднях отвечали жители города в рамках ежегодной акции «Бегущая книга». Ее организуют все библиотеки страны при поддержке программы «Территория культуры Росатома». В этом году акцию приурочили к году педагога и наставника. Библиотекари совместно с волонтерами стали организаторами данной акции. И всем желающим мы задаем вопросы от одного до пяти, желающие отвечают, и мы вручаем им книжки и другие сувениры. А также приглашаем всех желающих посетить нашу библиотеку. Книгобежцы проверили знания саровчан по разным направлениям школьной программы от правил русского языка до законов физики, от аксиом геометрии до фактов из географии. А также выяснили, что респонденты помнят о знаменитых личностях, повлиявших на развитие отечественной системы образования, о достижениях известных учителей. Очень приятно, что дети читают. Очень приятно. Потому что чтение – это развивает ум, и память, и вообще интеллект. Почти все саровчане успешно справились с вопросами. Одни с теплотой вспомнили своих первых учителей, другие поблагодарили нынешних. В качестве приза каждый участник получил книгу. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова